Я зевала просто. Зевала? Вы далеко от меня. Едем домой. Аня, говоришь, будешь ко мне заезжать? Она говорит, да не, наверное, поеду домой. А мы зашли ещё в АТБ с Анюткой уже приехали. Смотрите, акция сахар. Был 32. 90 или 80. Сейчас 27-70. Может, кому-то надо. Сахарок. 500. Макарошки тоже по акции. Разные. Считай, на десяточку всё дешевле. Там на 6, там на 10 гривен. Ну так, хорошо. Можно сэкономить. Я только сливки взяла. А где мои красотки уже? Куда ж они так быстро убегают? Ага, мороженка ищут. Так, мне написали, надо шпроты брать вверху с прозрачной крышкой. Артур, я таких не знаю. Я не видела у нас таких никогда. с прозрачной крышкой. Вот шпроты. Но они все в железных. Может, надо в стеклянные баночки брать? А тут таких я не вижу. Может, я неправильно что-то прочитала? Ладно. 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 Чебуреки есть. А тут я не вижу вот этих, которые брала наггетсы. Кто брал чебуреки за мороженые? Да я уже просто голодная есть хочу. Рыбка хорошая. 199. Может, Софийки взять. Ну, такой хороший кусочек. Акция хорошая. Наверное, возьму. Да все, мама приехала. Таски тягают. Пошли смотреть, что я тебе купила. Пойдем? Лянь, иди смотри. А ну, проверяй. Нет, не в той сумке. Вот. Смотри. Смотри, какие я тебе мисочки купила. Глянь, какие красивые на подставочке. Нравятся тебе? Хвостиком виляет. Да, тебе купила. Скажи, мама, открывай скорее. Открывай их. А ты бы и купила. Вот это с Аней зашли. Не знаю, мне так и не понравились. Сейчас откроем. Вот тебе, Бузя-Мар. Не бойся. Сейчас открою. Пошли открывать. Пойдем. Тебе интересно? Сейчас. Сейчас откроем. Свет включим. Опа. Светло. Так. Давай, Софийка, помогай нам. Для кошечек и собачек можно использовать. София, что ты мне купила? Я говорю, София, ничего. Рыбу красную. А ну-ка. Смотрите какие. А шо это такое? Ага. Отпало. С ножки. Сейчас достаю. А кстати, я вам скажу. Знаете, вот АТБ, АТБ рознь. Вот это мы были на классе в АТБ. Там товара вот намного больше, чем вот это у нас. Я не могу его вставить, София. Чё? Я не знаю, что он мне не вставляется. Сейчас вставлю. Шо там батареи, тёплые? Кипяток у меня. А у тебя, да, тут. Холодные. Холодные. А шо ж такое? Надо старший дома сказать. Ну, они такие, ну, можно сказать, шо холодные. А у Софии горячие. У меня кипят. По стояку что-нибудь дома. О, вставила. Всё. Никоська, пойдём. Ой. Смотри, мама тебе эти уберёт стеклянные, а вот эти поставит. Нальёт водички и насыпет корм. Сказано, а девка, вкусняшка, мамулька, пополни запас. Ты не кормила её, Софья, нет? Не кормила её? Нет. Народала? Ну, как? Ну, по времени нет. Вот сейчас я её как раз и буду кормить. Интересно? Так. Сейчас ей корма насыпем. О! Ну, как? Давай скажи, мама. Никак. Доедаем этот корм. Ну, как ещё там? Многовато. Ну, уже половину съела. Утром замачиваю водой. А вечером что-то она так грызёт. А утром нет водичку. Замачивай, чтоб не огоньки был. Всё, пошла есть. Водички наливай. А что ты говоришь? Какая улица Кирова? Кирова. В Мирнограде. Кирова, Мирноград. Наследки прилёт. Он тут дома сгоревший. Да. Я тут иду. Ну, как? Ну. В Харькове тоже сегодня обстрелы. Каждый день обстрелы. Сейчас летит шокет в Сумской области курса на Красный Курск. Угу. Отложила уже, как всегда, две корминки. Кушай, кушай, любимая, кушай. Ладно, давай. Достала сегодня ботинки свои. Челсики. Можно уже будет носить. Так, София, ты рыбу достала? Ой, София. А ты мне сейчас делаешь бутерброд? Тащите. Бутерброды то на утро, я думала. Ну, а чем утро? А если я до утра не доживу? Хорошо, Дуся, конечно, ешь. Спасибо. Так, да вы видели. Купила. Вот мне надо стоять возле этого. Возле неё. Всё, рыбу купила. София, купили в этом, скажи, где? В АТБ. Нет, в метро. В метро рыбу? Да, носки дедушки. Кстати, там рядом ещё был один такой ларёчек с носками. Видите, я взяла за 85, а рядом напротив носки 100. Представляете? Может, на рынке и дешевле, конечно. Но не знаю. Вот эти точно без резинки. Эти дешевле, эти 45. А тут вообще резинки нет. А тут, как бы, не знаю. Тоже написано медицинские. Но они... А чё мне не включается фонарь? Или он у меня горит? Нет, не горит фонарь. Ну и ладно. Ладно. Да нет, эти мягусенькие. Она такая, вот она резинка. Не узенькая, а вот такая вот широкая. Так, всё, тут больше ничего не брала. Шапку с собой брала, потом носила на улице. Пусть она лежит. Завтра мне ехать снова надо шапка. Давайте смотреть, что волсевой кики купила. Сейчас вам покажу. Тут надо фонарь включать. Потому что темновато. Так. Сейчас вам подостаю. Главное не попутать, где чьё. Так. Купила. Софийка, иди смотри, что дедушке купила. И дедушке, и папе купила. Купила им такие вот тёплые пижамы на флисике. Так. Это М-ка, это Женин. Там были другие цвета. Ещё серые. Чёрная кофта и серый, как с чёрной серым клетка. Но я не нашла размер на Женю. И на этот. И на папу. Так что, а вот эти были размеры. Там ещё были такие кофты. Это дедушки 2ХЛ. И к нему вот такая вот кофточка. М-ка Женина. Это дедушкина. 2ХЛ. И ещё дедушке одну купила. Вот такую тоже. синяя, немножко другой оттенок. Такая кофта на флисике тоже. Но только она на пуговичках. Мама просила. Она по акции была как раз. Сейчас, блин, засвечивает. С фонарём ничего не видно. Видно вам вообще? 300. А, я не вижу. 359. Смотри, дедушке кофту какую взяла. Ой, как у него. Ну, похожая. А, ну, покажи. И размерчик, по-моему, такой. А, ну, переверни вот так, чтобы нам было видно. А то нам со светом плохо видно. Я думаю, дедушке будет хорошо. Тёпленькая, на сменку. И давай покажи вот эти вот костюмчики. Это папик? Один папик. Вот это дедушкин. Давай, дедушкин, покажешь. Сейчас покажем. Нет, Софи, не новогодняя. Чё ты новогодняя? Ну, потому что штаны клетчатые. Достань штанишки. Кофточку передом Софи показывает. Я очень показываю, задом. Да, вот такая. Есть фонарь? Похоже на дедушку. Есть фонарь. Да, да, да. Синяя, ну, просто она беспорядка. Вот этот. А, это штанишки. И штанишки. Посмотрите, какие хорошие. Очень такие прям. Он мёрзнет всё время. А, они такие, вот скажи, да? Такие нежненькие. Теплющие. Мягенькие такие. Не будет мёрзнуть. И, если надо, вот шнурок можно затянуть. Вот такие два костюма. Папа, ты такой же? Да. Можно померять? Зачем? У нас всегда с папой размер одинаковый. Я его и шорты ношу. Я просто померяю. Ну, померяю. Папе я хотела другого цвета, но не было размера. Я взяла Эльку. Аня говорит, они будут на него большие. Папа, мне костючек другие будут дети носить. Да не чуди. Там ещё были, знаешь, какая кофта такая. Кирпичного цвета. Рыжевато-красноватая. Такая более рыжая. Я-то сказала бы, но идея не было. Ну, тоже ей не стала брать. Хотя мне понравился. И штаны такие синие с коричневыми полосками. Ну, думаю, ладно. Туши, я переодеваюсь. Так, София нам показывает моду. Он на крючках мой сильно большой. А ну, иди и стань сюда. Давай. Хорошо. Вот такой вот костюмчик домашний купила. Очень тёплый. Себе ничего не покупала. Купила дедушке и папе. А мне купила красную рыбу. Да, дедушке ещё носочки. Сидела у меня мусорбороды. Всё, снимай. Вот такие покупки. Всё, больше ничего. Спасибо вам, зерклица. Селена. Ух ты, блин, какая я. Ну, новогодний, я же говорю. Хороший. Новогодний красный, а не тёмный. А этот такой тёмненький. У меня сегодня не будет. Хороший цвет. Нормальный. Ну, я же говорю, хотела Жене другой цвет взять. Ну, ладно. И это хороший. Кирпичный. Да нет. Чёрный кофт. Чёрная кофта. А эта тёмно-синяя. Там вот такой на видео. У нас так темно, девчата. Волси вайкики. Так, сразу вам говорю цену. Сейчас, подождите. Костюмчик, а сейчас я скажу. Вот цена. Ты не чукованно бачишь. Вот. 899. И этот размер. Мам, ну я стою. И этот размер. Давай сюда. И этот размер. Такая же цена. 899 гривен. Для тёплого костюма, я считаю, нормальная цена. Очень тёплый. И красивенько будет выглядеть. В общем, они будут как близнецы ходить. Всё. Всё сложила. Дедушкины. Это шпроты. На всякий случай. Это шпун. Я надеюсь, они не протекут. Ну так, отдельно их убрать. Вот. Носочки. Потом на выходных вот это им отнести. Я им всё сюда складываю. Складываю. Один был пакет. Тут Аня приехала, отдала. И один пакет выложила. Теперь пусть в этой сумке. Вот так. Такие у нас покупки. А шо мы там леськаем? София ляль на неё. Чё ты его леськаешь? Леськает стоит свой этот. Микки. Это не игрушка. Это не игрушка. Ладно тогда. Всё, ребята. Буду с вами на сегодня прощаться. Буду есть. Время уже 15.9. Вот это мы сегодня долго. Ну, мы и поздновато поехали, конечно. Пока. Надеюсь, что всем будет тёпленько. И всем всё подойдёт. Вот. Всё тогда. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok